Ну а тему мы продолжим с художественным руководителем конкурса Ниной Владимировной Крючковой. Здравствуйте! Здравствуйте! От Рождества к Рождеству уже 12-й по счету конкурс. Как вы думаете, почему он продолжает жить и, более того, продолжает набирать обороты в плане количества участников? Есть в Крае и в Сибири очень талантливые дети, которые хотят выступать. И здесь есть возможность показать свои силы. А вторая составная часть – это то, что на этот конкурс приезжает хороший стажюри. Они хотят приезжать, поскольку конкурс имеет уже свое имя, конкурс имеет свой статус. Но и третья причина, я бы назвала, это то, что в этом году мы выиграли грант. Грант Министерства культуры Российской Федерации. И по целевой программе «Культура России» мы получили деньги. Вот эти три составные как-то слагаемые, они являются результатом того, что наш конкурс развивается, и он дальше будет жить. Конкурс-фестиваль имеет статус международного. Кто к нам приезжает, какие почетные гости? Приезжает большое количество участников из Казахстана. Из Павлодара к нам едет целый автобус, 50 человек. Кроме этого будут из Астаны, ридера, усть-каменогорская семья. Едет делегация к нам из Монголии, из Ховда. И радует то, что приезжают к нам в том числе студенты высших учебных заведений. В каждой номинации, председатели номинации, будь то это фортепиано, струнные смычковые инструменты, либо другие инструменты, представляют, прежде всего, люди, у которых хочется учиться, а которые сделали большой вклад в развитие вообще инструментального исполнительства. Я бы назвала несколько имен. Это профессор Новосибирской консерватории Лариса Владимировна Смешко. Это пианистка. А как только узнали, что Лариса Владимировна будет у нас в призывательном жюри, сразу пошла очередь записывающих. А мы хотим к ней на мастер-класс попасть. Из Новосибирска приезжает заслуженный артист, профессор Нилов Евгений Захарович. Это концертмейстер группы «Волончели» из знаменитого Кацовского оркестра. Оркестра имени Каца. Из Новосибирска приезжает народный артист России Гуревич Андрей Алексеевич. Это балалайшник. Из Красноярска приезжает заслуженный артист, профессор Найка Сергей Федорович, баянист. В любом конкурсе есть проигравшие, есть победители. Планируете ли вручать гран-при? Один из наших спонсоров очередил гран-при. Гран-при будет составлять 50 тысяч рублей. Конечно, это большая сумма, но это только одно гран-при. Поэтому я хотела бы пожелать, как руководителям этого конкурса, членам жюри, а прежде всего председателям номинаций, выбрать достойнейшего из шести представленных номинаций будет только одно гран-при. Но я думаю, что наше жюри, как профессиональное, объективное, оно выберет самого достойного, который и получит на закрытии нашего конкурса из рук спонсора гран-при. Это впервые такой солидный приз, да? Да, впервые в рамках конкурса. Не только то, что мы выиграли и грант, что позволило нам привлечь вот такой звездный состав жюри, но и впервые в рамках конкурса такой приз. Ну что ж, пожелаем участникам удачи на конкурсе. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня моя собеседница художественная руководитель международного конкурса фестиваля «От Рождества к Рождеству» Нина Владимировна Крючкова.